После визита президента в Сочи противоречия между демократами и социалистами вышли на новый уровень. ДПМ в лице своего пресс-секретаря заявило, что Игорь Дадон не имел права принимать решение о принятии Молдовой статуса наблюдателя в Еврозес, подчеркнув, что он находился в Сочи в качестве физического лица. Социалисты за президента вступились и заявили, что приветствуют этот шаг. Затем подключился спикер Канду и премьер Филипп, и любому стало ясно, что скандал разгорелся серьезный. Демократы критикуют, но, судя по всему, не знают, что делать с этим новым статусом Молдовы. Так почему же он вызвал такую бурную реакцию? Насколько она управляема извне? Пойдет ли президент дальше? Что думает об этом народ? Вот вопросы, которые сегодня нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И отвечать на мои вопросы, и тем самым раскрывать, на мой взгляд, эту весьма интересную тему, будет пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь. Здравствуйте! Добрый вечер! И депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова Василий Боле. И вам добрый вечер! Добрый вечер! Поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона, который появился вот сейчас уже у вас на экранах. Звонок по Молдове бесплатный. Господин Гамурарь, конечно, начиная с вас, потому что вы больше всех критиковали президента после осуществления его визита в Сочи. Скажите, пожалуйста, он нарушил Конституцию? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я начну с того, что есть общепринятые правила в международных отношениях и в международном праве, и приведу даже примеры, когда государство говорит одним голосом. То есть все структуры власти государства говорят одним голосом. Я напомню один из случаев, в котором была задействована Российская Федерация. Это в конец 90-х годов, когда Российская Федерация в качестве постоянного члена Совета Безопасности проголосовала за те резолюции, которые устанавливали эмбарго против бывшей Югославии. После этого нужно было ратифицировать некоторые документы в Госдуме, и Госдума отказалась ратифицировать после известных событий, когда бомбили Сербию, Белград непосредственно. И отказав и приняв другое решение, президент Ельцин тогда отменил и объяснил очень четко, что есть правила международных отношений, когда государство говорит единым голосом. А по законодательству по Конституции Российской Федерации, то, что принималось решение, это исполнительная власть, которая принимала соответствующее решение, и парламент должен был этому подчиниться. В данном случае, опять же, если мы говорим с точки зрения позиции законодательства Республики Молдова, парламент, парламентская республика, то в любом случае исполнительная власть является той властью, которая принимает решение относительно внешнего вектора на основании решений, которые принимает парламент, тех законов. У Республики Молдова есть соответствующие обязательства перед международным сообществом, я имею в виду в данном случае Европейский Союз, по тому договору об ассоциации. Вопрос не в том, насколько хорошо или плохо, или хорош этот статус наблюдателя, который в принципе до недовольного времени, я не знаю, если сейчас есть такой статус, предусмотрен этим документом, потому что до этого не было предусмотрено. Ну просто перед голосованием по Молдове был принят специальный документ, в котором очень четко описаны права и обязанности наблюдателя. Вы его видели? Нет, я не видел этот документ, поэтому и сказал, что я знал, что заранее не было, потому что я заходил на сайт, за день до этого заходил на сайт, еще не было информации, по крайней мере была и старая информация о том, что пост наблюдателя не предусмотрен. А зная, например, наблюдателя, который имеет преорганизацию объединенных наций, например, Организация по освобождению Палестины или другие структуры, зная механизм и правила приведения, то в обязательном порядке спрашиваются те структуры государства, власти, которые имеют право это решать. Я благодарю вас за такой развернутый ответ, но вопрос был в принципе несколько другой. Вопрос был, нарушил ли он Конституцию. Не было ничего подписано, поэтому было заявление. То есть в принципе мы говорить о том, что нарушена Конституция, не можем? Нарушены некоторые обычные нормы и джентльмены гриммятся. Нормы, понятно. То есть ссылки на Конституцию, о которых говорили представители Демократической партии, представители правящего большинства, вы не усматриваете, вы юрист. Спасибо. Господин Боля. Не норма, а обычаи в данном случае. То есть обычаи, которые являются джентльмены гриммятся, являются обычаи. Здесь уже да, в терминологии, да. Вот вам такие обвинения, ведь все-таки не вновь, да? Не впервые вы их слышите? Обвинения в адрес президента. Президента, конечно. В данном случае, во-первых, хотелось бы поздравить всех жителей нашей страны с тем, что случилось. Да, Молдова стала наблюдателем в такой организации, как Европейский экономический союз. Евразийский. Евразийский, прошу прощения. Знаете, как говорится в одной песне, этот день мы приближали как могли. И, в принципе, то, что мы добились этого статуса, да, и я уверен, что после Молдовы в Евразийском экономическом союзе будут, при Евразийском экономическом союзе будут и другие страны-наблюдатели. Почему? Потому что знаю не понаслышке, что и другие страны, скажем так, рвутся, да, встать или войти в парадную этого экономического сообщества. Другие страны, бывшие страны СНГ, в том числе Азербайджан, другие страны, это, во-первых, престижно, это, во-вторых, дают очень много плюсов странам, которые стремятся в евразийское экономическое пространство. И экономических плюсов, и в области гуманитарной, в области социальной. Почему? Потому что огромное пространство, в принципе, Евразийский экономический союз говорит или основывается на тех же ценностях, которые основывался и Европейский союз. То есть это свобода перемещения граждан, это свобода перемещения капиталов, это единый рынок труда, единый банковский рынок, если хотите. И это в перспективе дает очень много плюсов нашей стране, и с точки зрения международной политики и международных отношений, которые имеет Республика Молдова, каким-то образом балансирует нашу внешнюю политику. Почему? Потому что у нас, ну, если хотите, географическое положение таково, что мы, если примем такую политику, что будем дружить с одними против других, то нас через определенное время просто разорвут. У нас может не быть страны. Поэтому вот тот визит, который осуществил президент страны, он был официальным, он не был визитом простого физического лица. Этот визит готовился. И ясно было, что была определенная повестка дня, в том числе вопрос по Молдове, по статусу наблюдателя. Нас приняли в качестве наблюдателя и опять же с этой связи поздравляю всех граждан Республики Молдова. Спасибо. Дважды вы поздравили. Господин Гомурарь, а если бы вот не этот юридический момент, вы этим все объясняли, лично вы, в принципе, само решение стать наблюдателем в этой экономической организации нужно приветствовать или нет? В любом случае, такой вопрос об участии в любой международной организации не принимается, или решение не принимается одним человеком. Это решение принимается в соответствии с действующим законодательством. У нас есть закон о международных договорах 1999 года, где четко прописано, кто решает принимать участие в международных организациях, в международных договорах. У нас есть положение Конституции, опять же, если об этом говорим. Вопрос был не от... Положение Венской конвенции в том числе. 1969 года, но в любом случае наш закон принимается в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. Но в любом случае... Но приоритет имеет Венская конвенция. Нет, ну, приоритет мы имплементировали положение Венской конвенции, это в обязательном порядке. Поэтому договор, который принимался, соответствует тем, что предусмотрено Венская конвенция. Венская конвенция не предусматривает, какие структуры государства должны принимать те или другие участия. Венская конвенция предлагает государству, чтобы они сами, соответственно, своими традициями, своими правилами, воплощали и имплементировали соответствующие положения. Вопрос не в том, хорошо или плохо. Это очень важный вопрос. Я когда говорил о том, что были выступления, понятно, что господин Датон принимал участие в качестве президента, но решение, которое принималось, для того, чтобы было проще, понятно, поэтому сказал практически как физическое лицо. Потому что соответствующих полномочий принимать такое решение без договоренности с правительством и парламентом, в принципе, это уже является нормой, которая не соответствует тем положениям, которые существуют в государстве. И здесь вопрос в том, хорошо ли и плохо быть наблюдателем в этой структуре. Потому что разговор, речь шла о том, что та практика, которая применилась, она противоречит тем традициям, которые существуют в Республике Молдова. То, что противоречит, это новая практика. Я не думаю, что президента должен кто-то уполномочить правительство, поехать и подписать соответствующий документ. На участие в таких международных организациях, которые дать его правительство. Вы знаете, в последнее время, в том числе и премьер-министр, говорит о том, что мы должны наладить отношения с нашими восточными соседями. Я думаю, что вот этот шаг является в том числе, скажем, маленьким шагом навстречу для того, чтобы наладить вот эти взаимоотношения. Я думаю, что у нас в стране есть свои уже давно нормы, как вы начали говорить, или традиции. У нас, например, министр обороны как назначается? У нас даже с главнокомандующим в принципе не советуются. И когда возникла эта коллизия, когда президент возмутился и сказал, извините, но почему со мной никто не переговорил? Ему что сказали? Я действовал строго в рамках закона. Президент должен, значит, подписать указ о назначении его министром. И потом, когда у нас возникает такая коллизия, вы помните, когда по кандидатуре премьера, Конституционный суд специально оттолковал тогда, что президент должен принять ту кандидатуру, которую обязан. Держит большинство парламента. Вот здесь, как бы, вот таких вот четких рамок нет. Но мне кажется, что по большому счету, я согласна с тем, что здесь дело не только в юридическом толковании, а, наверное, еще и в восприятии того вектора, который на сегодняшний день отвергает правящая коалиция. Ведь так, Господин Гамурай? Мы изначально и каждый раз говорили, что тот факт, что Республика Молдова выбрала для себя вектор Европейского Союза, вовсе не означает, что мы не хотим сотрудничать, торговать, дружить со странами Высшего Советского Союза. И это можно строить на двусторонних отношениях. Не обязательно идти в разрез. Потому что то, что есть желание, чтобы общество не было в состоянии войны постоянной, пообратите внимание даже на то, что 9 мая, когда празднули. Не все были согласны с той позицией. Но я каждый раз говорил, я сторонник, потому что я, например, занимаюсь вопросами юстиции постпереходного периода, постконфликтного периода. Пока есть граждане, которые отмечают тот или другой праздник, надо дать им возможность, чтобы они эти дни отмечали для того, чтобы объединять общество. В данном случае, не обсуждая вопрос по такому важному делу, как участие в международной организации, просто по предложению главы государства, другого государства, вот давайте примем Республику Молдов в качестве наблюдателя. Я не представляю себе такой возможности или такой ситуации в отношении других стран, чтобы это происходило. Потому что здесь имеется в виду, опять же, некое желание, чтобы потом были разговоры внутри государства о том, что вот те проблемы или другие. Потому что мы каждый раз говорили, что давайте сотрудничать на двусторонних отношениях, без вопросов, а все остальные вопросы решать непосредственно решение. Я соглашусь с тем, что политики вообще должны предпринимать все свои шаги непременно с оглядкой, не то чтобы на электорат, наверное, на весь народ. На людей, на граждан страны. Конечно, да, вот так будет правильнее сказать. На граждан страны. Но я поспорю с вами в плане того, что двусторонние, вы говорите все время, договоры. Есть два момента. Первый момент. Смотрите, у нас такое трепетное отношение к членству в ГУМ. Уже раньше было ГУАМ, теперь уже ГУМ. Здесь тоже у нас есть отношения с Украиной, из Грузии. Здесь мы предпочитаем быть членами. Здесь у нас тусовка скоро будет такая большая в июне. Здесь мы не хотим двусторонних договоров. А вот в плане Евразес мы хотим. И еще второй момент. Смотрите, вы часто бываете в Москве? Ну, последний раз год назад. Значит, непременно вы помните, что когда вы прилетаете, то вы видите, что есть даже для граждан Евразес есть отдельный коридор. Да, есть. То есть есть, и это я сейчас говорю о тех людях, которые там работают. И понимаете, возможность, что этим людям они смогут работать без патента, благодаря тому, что мы хотя бы стали наблюдателем, и потом, может быть, в перспективе президент так считает, что у нас будет членство. Мне кажется, это не мало, это и есть реальная польза. А если мы начнем говорить о реальной пользе в нашем ГУМе, то здесь уже, мне кажется, могут возникнуть все-таки вопросы. Я вам предоставлю слово, вы непременно скажете, но мне кажется, что давайте вот сравним. Две организации, две бывшие, все страны, насчет бывшие, входившие в Советский Союз. И такое разное отношение. Господин Боля, почему? Ну, потому что у этих стран со временем сложилась своя внешняя политика, в том числе по отношению к бывшим странам Советского Союза. Но вот говоря о тех, не хочу сказать преференциях, о тех плюсах, которые может дать статус наблюдателя и в перспективе статуса члена Евразийско-экономического союза, я хочу отметить следующее. Если бы у нас правительство, в принципе, знало о том, что ведутся переговоры уже практически год, поставлен был вопрос либо предложение принять Молдову в качестве... Ну, вот они говорят, что они не знали. Ну, я не думаю, что не знали. Уверен, что отслеживали в том числе и поездки президента, и то, о чем говорилось на одном или другом саммите. Если бы были против, так, очень сильно были бы против, то я уверен, что так, как работает наше правительство, да, не буду давать каких-то эпитетов, да, либо могли бы сделать, чего-нибудь плохое бы выдумали. Например? Ну, я не знаю, от имени правительства Республики Молдова обратились бы в Евразийскую экономическую комиссию, сказали бы, что, вы знаете, вот, как сказал господин Гамураль, что, видимо, у президента нет полномочий. Господин Боля, можно было бы поступить еще проще. Можно было бы на полдня объявить президента вне полномочий, как у нас это иногда делается. Правда, господин Гамураль, так же было бы проще, да. Тут я понимаю следующее, что, не желая, да, вот, самим решать ту проблему, которая, опять же, по причине, или, как вам сказать, вот, нашего правительства, вот, взаимоотношения, в том числе с Российской Федерацией, у нас были за последние годы, скажем... Не лучшие. Не лучшие, да. Просто оставили и дали возможность, да, президенту страны, вот таким образом их улучшить. Но постфактум, да, не забыли, в том числе, показать вот... Показать пальцем в адрес президента, что вот вы видите... Я поняла. Вы это сделали, но вы были неправы. Да. Я сейчас хочу предложить больше для телезрителей, потому что вы можете, наверное, знать эти цифры. Вот смотрите, как Россия относилась к странам, членам, собственно говоря, Еврозеса. С 2005 по 2016 год Россия простила Киргизию 703 миллиона долларов, Узбекистану 865 миллионов. Да. Совокупной помощи России для Киргизии в 2011-2016 год свыше 3,5 миллиардов. В 2005 по 2017 Россия инвестировала в Армению более 3 миллиардов долларов, в Беларусь около 5 миллиардов. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что с Россией можно говорить, если хотеть. Можно ставить вопросы о снижении цены на газ, ведь для нас это очень важно. Да, есть масса вопросов, которые вы, наверное, знаете, господин Гомбрарь. Не хуже меня. Я прошу прощения, если только хотеть. Вот давайте я вам обещала, что я предоставлю вам высказаться по сравнению, почему мы так трепетно относимся к государствам ГУМ, и почему вот такая болезненная реакция на Еврозес. Во-первых, надо исходить из самой процедуры, как это все заключалось, потому что изначально, когда был ГУАН и сейчас ГУМ, это в соответствии с законодательством Республики Молдова заключался договор, и те, которые, структуры, которые имели полномочия, здесь вопросов не возникают. В данном случае речь идет о том, мы не сравниваем Евразийский союз с ГУМом, потому что так можно привести целый ряд других международных организаций, где мы являемся участниками. Другое дело, насколько это хорошо или плохо, выгодно ли для Республики Молдова, но мы говорим про те нормы, процессуальные нормы и положения, которые соблюдались при заключении преступлений в эти структуры. В данном случае, опять же, мы изначально сказали о том, что не было соответствующего диалога, не было позиций парламента, не было позиций правительства. И вот этот вопрос главный, потому что мы не говорили о том, что изначально что-то плохо, не надо сотрудничать. Никогда не было ни разу фразы сказано о том, что мы не хотим двусторонних, хороших отношений с Российской Федерацией. Нет, про двусторонние нет. Вот о плане организаций именно, куда в том числе входит и Россия, было сказано много, в том числе и нелестно слово. Это позиция правящей власти, это позиция правительства, о том, что участие в международных организациях, мы являемся, у нас договор об ассоциации с Европейским Союзом, и в соответствии с этим договором не совсем уместно быть участником другой структуры. Вот так, то есть вы так считаете? В том числе юридически и экономически, потому что возникают сразу же вопросы о том, что если у нас будет доступ, например, есть доступ на европейский рынок для наших товаров, то на наш рынок есть доступ европейских товаров. Если вспомните, когда и Украина подписывала, должна была подписаться соглашение, и когда мы подписывали соглашение с Европейским Союзом, какова была позиция, главная позиция Российской Федерации? Что будет реэкспорт из Республики Молдова тех продуктов, которые являются более конкурентными, нежели продукты, товары, которые работают в этой зоне. И поэтому есть реальная угроза для того, что, по крайней мере, так как говорят представители Российской Федерации, что есть реальная угроза для этого рынка. То есть каждый просчитывает свой интерес. В данном случае правительство Республики Молдова считает, что основным интересом нашим вектором является европейская интеграция, которая вовсе не означает, что могут быть двусторонние соглашения со всеми государствами, где есть экономический интерес и политическая цифра. Те аргументы, которые я сейчас приводила, называла цифры, говорила, как люди могут быть заинтересованы, я не поверю, что совершенно не должны действовать на членов кабинета министров. Мне кажется, что это как бы даже тот аргумент, который правительство приводит всегда. Вот нам говорят как. Вот споришь, споришь, в студии особенно у меня бывают гости, и уже в какой-то момент участники программы непременно говорят одно и то же. А деньги? Мы должны все, значит, все свои поступки, всю свою стратегию, всю свою тактику. Измерять в доллары. Нет, значит, делать с прицелом на то, что Молдова должна выйти из экономического кризиса, в котором мы находимся. Я взяла эти две организации и подумала себе, ну, наверное, что-то вот как-то нужно искать денежно-финансовое. И что я узнаю? Вот, например, мы платим за членство в ГУМе. Как вы думаете, в 2017 году сколько мы заплатили? Во всех организациях платится за членство? Конечно, да. Вот сейчас вот при статусе наблюдателя, потому что у нас большой скандал. Мы не будем ничего платить. Мы только наблюдатели. Мы не получили членство. Я подняла данные, замечательно, и увидела, что в 2017 году членский взнос составил 1 миллион 500 тысяч леев. И он вырос процентов на 30-40. То есть с каждым годом это все растет. Есть масса еще других организаций. Мы платим деньги. Понимаете? Здесь платить денег не нужно. В этом году правительство, если я не ошибаюсь, за членские взносы во всех организациях, где Молдовь состоит, выплатит 220 миллионов леев? 120 миллионов леев. Или 120? 120, да. Прошу прощения. Из них 59 международных организаций. Есть там очень интересные организации. Мы платим Объединенному институту ядерных исследований, Международному агентству по атомной энергии. В общем, я уже не говорю, что различные всемирные организации. И там туризм, здравоохранение. Что хотите? Вот это все. Здесь платить не надо. Здесь есть выгоды. А реакция такая. Господь Боля, кто чего не понимает? Ну, я так думаю, что правительство пытается не понять выгоду от этого, которое будет иметь Республика Молдова. Я, кстати, не соглашусь с тем, что сказал господин Гамураль, что членство или ассоциация с Европейским Союзом не предусматривает подписание договоров с другими, скажем, государствами либо экономическими формированиями. Мы находимся в составе СНГ и подписали договор о СНГ, в том числе и договор о свободной о свободном передвижении и о свободной зоне торговли. Да, о свободной зоне торговли намного раньше, чем подписали договор об ассоциации с Европейским Союзом. И при этом это нам не мешало. И никто не говорил, да, или не говорит о том... ...которе предусмотрено законодательством. Вопрос в этом. Участие в СНГ принималось парламентом, подписывался главой государства. В данном случае речь идет о том, что... Чуть с вами не соглашусь. А вот те, вот скажем, экономические меры, которые были предприняты против Республики Молдова, да, были в соответствии с тем договором об СНГ. На минутку. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Молдова будет подписывать, вот есть в парламенте инициатива, о том, чтобы подписать договор о свободной торговле с Китаем. А это противоречит договору о свободной торговле с Европейским Союзом? Это не мешает подписывать договор об ассоциации отдельно. А, понятно. И не противоречит. А вот здесь, когда мы говорим о Еврозес, вдруг это стало противоречить, понимаете? Вопрос в том, что не было обсуждено в парламенте и в правительстве. То есть это основа. Мы из этого исходили всегда. Мы не говорили о качестве или о выгодах, или об отсутствии. А Европейская ассоциация, она тоже не была обсуждена в парламенте. Ее сначала подписали, а потом скинули, да. Это было парафирование, но потом была ратификация в парламенте, как предусмотрено, любой международный договор. На тысячу страниц международный договор, без того, чтобы его даже перевести на государственный язык, да, и сказали, будьте добры, там, проголосуйте. Ну, парламент проголосовал? Ну, я понимаю. Процедура была выполнена в соответствии с положениями конституции и законами международного договора. Вы знаете, когда мы говорим вот о некоторых обычаях, да, вот в данном случае, о котором я говорю, и я тоже считаю, что обычаи не были соблюдены. В той форме, каким образом, вот, вся эта евроассоциация произошла. Обычаи не соблюдены, а закон, судя по всему, соблюден. Не соглашусь, и в этом смысле. Почему? Потому что все-таки вектор, да, развития страны должен, об этом должен высказаться народ. И был не один раз и в других европейских странах, вот с визитами, в том числе, и вот в прошлом году, в сентябре, были в Хорватии, да, нам рассказывали, каким образом Хорватия сначала ассоциировалась, да, а потом вошла в Европейский Союз. И поверьте мне, что там прошел референдум, и в одном и в другом... Референдум по вступлению, но не подписали договора. Нет, и в одном, и в другом случае проходили у них референдумы. Значит, в зависимости от традиции государства. И вначале вот у них была... У меня только, извините, только один вопрос. Почему же тогда, вот если все-таки вопрос с референдумом, я так понимаю, остается открытым? Если вы говорите, что когда вступление, то тогда... По вступлению, да. Естественно, на связи с этим. Почему же впереди этого всего есть такая инициатива, как вписать в Конституцию евроинтеграцию? Зачем вот перед референдумом? А тем не менее, эта инициатива есть, и на ней сегодня настаивал премьер-министр. Это намерение правящей власти, потому что указать, в том числе и политический вектор государства развития в соответствии с нашими международными обязательствами, которые мы взяли, подписав и договора с европейскими странами, с Европейским Союзом. То есть это не означает, что автоматически, что Республика Молдова завтра подаст заявку на вступление, потому что это долгий процесс. Подписание соглашения... Понимаете, вы хотите вписать евроинтеграцию до референдума. Законопроект есть в парламенте, его благополучно уже некоторые комиссии даже рассмотрели. Понимаете, то есть это уже вот-вот должно быть на голосование. А референдумной речи нет. Вот здесь как бы вы тоже идете впереди. Да, я говорю про референдум, мы говорим, потому что все страны, которые проводили референдум, они проводили референдум по вступлению уже непосредственному. А все, что до этого были договора, которые подписались... Ну, я же не могу ставить под сомнение обещание премьер-министра и спикера о том, что мы все-таки вступим в Евросоюз. Это видение правящей партии. Да. То есть, ну вот я хотела бы, чтобы после референдума тогда вернулись к Конституции. Но если честно говоря, я бы не хотела, чтобы вообще никакой вектор в Конституцию не записывали. У нас уже была направляющая роль, определяющая и так далее. Мне кажется, не нужно к этому возвращаться. Тем более демократам. В отношении того, что думают в Европе. Сегодня госпожа Крецу, Еврокомиссар, прекрасно высказалась. Она, например, никаких противоречий не стала находить и искать. Она сказала очень четко. Это ваше внутреннее дело. Все правильно. Да. То есть, она не нашла никаких там, что вот не соответствует той-то статье и соглашение или вот здесь-то у нас есть сомнения. Она прямо об этом сказала. Но это не входит в компетенцию Европейского комиссара говорить о том, что каковы внутренняя политика, каковы нормы, которые были нарушены или не были нарушены. Это внутренняя политика государства, о котором мы говорим. Она в свою очередь высказалась, потому что есть четкое заявление правительства, премьер-министра о том, что мы свои обязательства сдержим и наш внешний вектор является Европейский Союз. Поэтому она говорит, да, на самом деле. А все остальное в принципе и не будут. И дипломатично уходят от этого ответа. Это нормально, потому что это внутреннее дело государства, куда в принципе никто не умеет. То есть, в принципе, обеспокоенности, как вот европейцы умеют, вот они умеют выражать обеспокоенность по тому или иному поводу, говорит о том, господин Боля, что мы не можем говорить, что вот к этому шагу представителей значит правящей коалиции их иностранцы, как мы раньше говорим, в запад на них надавил. Вот может быть, может какие-то организации? Нет, знаете, я думаю, что в данном случае представители Евросоюза, госпожа Кресу, они довольно прагматически смотрят, прагматично смотрят на все происходящее. В том числе в республике Молдава. И попытаюсь объяснить. Вот в тот момент, когда вот между условным западом и условным востоком идет вот эта холодная война, дубль два, когда одни накладывают там определенные санкции против других и получают как ответ опять же санкции друг против друга, все-таки это мешает развитию государств. И бизнес, он всегда вот смотрит, и бизнесу всегда нужны определенные площадки, да, и нужны в том числе и политикам, да, вот площадки, где вот эти ситуации можно разорядить. Я считаю, что Молдова может быть одной из этих площадок. Имея, скажем так, договор о свободной торговле с Европейским Союзом, имея договор о свободной торговле в рамках СМГ, вот этот новый статус наблюдателя в рамках Еврозес, мы можем построить из Молдовы площадку, где и Запад, и Восток могут сюда прийти, кооперировать друг с другом. И из этого мы можем вытащить вот те плюсы, которые нужны для нас. Это вы так считаете? А вот премьер, например, сегодня после встречи сказал такое. Я официально заявляю, что правительство не выделит деньги для оказания помощи наблюдателям в ЕАЭС. Единственным вариантом для Республики Молдова является Европейский Союз. Вот все. Вот вам ответ на ваши... Пока что еще премьер думает, об этом говорит. Я уверен, что осенью нас ждут перемены. Уверен, что нас ждут перемены к лучшему. Уверен, что придет другое большинство, которое сформирует другое правительство, которое будет думать и действовать, во-первых, прагматично во имя интересов граждан нашей страны и нашей страны. Все-таки, вы знаете, вот говоря, вот премьер говорит о том, что мы должны нормализовать взаимоотношения с Российской Федерацией. Вот у нас есть очень много граждан, которые в Российской Федерации проживают, работают. Очень много лет мы говорим о том, что у нас нету договора с Российской Федерацией о социальных преференциях или, как сказать, протекция социального обеспечения между нашими странами, чтобы дать возможность нашим гражданам, которые там работают по истечению определенного срока, иметь право на пенсию, иметь право на какое-то медицинское обеспечение. И этот договор готов. И просто его нужно ратифицировать, подписать, ратифицировать, чтобы он начал работать. Почему до сих пор вот к этому не пришли? Опять же, из-за каких-то геополитических непонятных преференций. Я еще раз, может быть, повторюсь, но у нас Республика Молдова, мы обречены на то, чтобы дружить и с одними, и с другими, и с западом, и с востоком. Я благодарю вас, я поняла. Иначе нас разорвут на части. Вы говорите, это уже третий раз, господин Бумрад, ну вот здравые рассуждения, и вроде никто не против, не говорят же они, что мы против Евросоюза, да, а почему единственным вариантом является Европейский Союз, сказал Филипп, вы понимаете, это отрезает пути, это отрезает пути к переговорам, так не должен говорить дипломат, так, понимаете, это не принесет пользу. Надо учитывать, что эта фраза была сказана во время встречи с представителями Европейского Союза, и тем самым было показано еще раз о том, что внешний фактор решает правительство Республики Молдова, поэтому правительство не собирается менять свой внешний фактор, но это не означает, что правительство может параллельно проводить, вести диалог, переговоры с другими странами, где есть заинтересованность. У нас такие же проблемы есть с другими странами, где наши граждане работают, с той же Италией, с той же Францией, с той же Германией. А с ними все подписали? Всегда очень сложно. С Португалией в том числе, с Израилем в том числе. И в данном случае неизвестно, с чьей стороны вот эти вот промедления, потому что я не думаю, что правительство Республики Молдова не заинтересовано в заключении соответствующих соглашения. У нас много рабочих мигрантов. Кстати, Российская Федерация не является участником Международной конвенции по рабочим мигрантам, как и другие большие страны, которые используют рабочую силу мигрантов. Но здесь мы не можем указывать никому, потому что это суверенная воля каждого государства является участником какой-либо международной организации или конвенции, или нет. Вести двусторонний переговор о том, чтобы улучшить состояние и у тех наших граждан, которые работают за рубежом в этих странах, это, конечно, является полномочиями правительства, в том числе дипломатических представительств. И я уверен, что в этом отношении ведутся переговоры. Да? Кто ведет? И о чем? Я думаю, правительство постоянно ведет эти переговоры со всеми странами там, где находятся наши граждане. Проблема в том, что вы думаете. А если бы узнать какие-то детально, понимаете, потому что ведь ни для кого не секрет, что правительство детально занимается всеми западными направлениями, всеми проблемами, которые связаны с западными странами. А то, что касается России, у нас межправ комиссии уже не работают. Насколько я помню, Министерство труда и социального обеспечения, это когда оно называлось отдельно, оно работало над этим документом, то есть они хотели иметь соответствующие или переговоры с Российской Федерацией. Может быть вопрос стоит в том, что со стороны Москвы не было желания подписать такой документ. То есть они виноваты. Нет, я не говорю, что они виноваты. Это такой вопрос, к которому мы не можем всегда дать четкий ответ, потому что это переговоры дипломатисты. Мне кажется, что если бы было что сказать, то можно было бы дать четкий ответ, что делает правительство для того, чтобы наши граждане чувствовали себя хоть немножечко более защищенными. Понимаете, когда вице-премьер Лянко предлагает выход из ситуации, пусть они едут из Москвы, и едут работать в Румынию. Вы слышали об этом? Да, конечно. Вы слышали? Это гениальная идея. Понимаете? Это говорит вице-премьер. Но не представитель демократической прави. Понимаете? Но представитель правящий. Вы так хотите сейчас от него дешевле? Нет, я просто это уточнил, чтобы не было... Я вас понимаю, господин говорит. Вот честно скажу. Я вас понимаю. Если мы сейчас вот нашу дискуссию внимательно, да, попытаемся проанализировать, она будет неполной без ответа на главный вопрос. Мне интересно. Вот вы не согласны, вы критикуете президента. А что вы делать будете? Вот есть статус наблюдателя. Что с этим делать? Статус наблюдателя для того, чтобы было оформлено официально, необходима позиция правительства Республики Молдова. Сегодня было четко сказано, что, по крайней мере, деньги выдаваться не будут. Поэтому официально, то есть юридических последствий, то, что произошло в Сочи, не существует на территории Республики Молдов в юридическом смысле. Поэтому... А если что-то хорошее вот с этого статуса наблюдателя? Вот будет какое-то решение? Это не значит, что цена на газ понизят. Вот вы согласитесь с таким итогом? Цена на газ уменьшается тогда, когда есть конкуренция. Посмотрите, возьмите Литву, когда появился сжиженный газ. Господин Гоморай, мне не лоско вам говорить, но цена на газ это давно вопрос политический. Вы знаете, что она обстоится по-разному. Но когда есть возможность не зависеть от этого поставщика, это же монополия. Мы об этом хорошо знаем, об этом экономисты скажут. Поэтому у нас онгенский газопровод просто вот должен был, а вот никак. Господин Боля, не так? Или вы тоже надеетесь на этот газопровод? Ну вот у нас как альтернатива. Нет, ну приходится всегда надеяться на себя. И это правильно, наверное. Господа, можно все сделать в грядущих парламентских? Вот такие страсти. Скажите честно людям. Мы понимаем, есть обстоятельства, да, и у нас правит бал политика. Мы понимаем, что вот скоро парламентские выборы. Поэтому вот мы каждый будем стоять на своей позиции и будем друг с другом воевать до, как говорится, последнего, да? Не уступим. Во-первых, что касается парламентских выборов, все-таки президент Республики Молдова пришел после выборов, после того, как выиграл эти выборы, пришел с определенной программой действий. И он четко по этой программе действий идет. Поэтому я понимаю, что это вызывает может какие-то недоумения со стороны других людей правящей коалиции, но смиритесь с этим. У нас есть четкая программа действий президента и у партии социалистов. Мы по ней будем идти. То есть дело не в выборах. Вот в том, что мы предвыборный шаг. Дело в том, что мы когда приходим и обещаем что-то гражданам, мы, во-первых, не обещаем там эфемерные 500 евро пенсии, мы обещаем то, что можем выполнить. И мы четко, последовательно к этому идем. власть должна последовательно выполнять те шаги, с которыми пришла перед людьми. И власть должна быть ответственной в этом смысле. Такой же вопрос по выборам, только с несколько другим уклоном. Ну, демократам-то очень перед выборами выгодно показывать европейцам, что мы свои. Смотрите, как мы защищаем идею евроинтеграции. Мы и то сделали, и то, и вот такую инициативу, и эту. Вот смотрите, президент поехал, мы не признали. Есть в этом предвыборный оттеночек? Вопрос в том, что глава государства, я согласен здесь с тем, что у него была предвыборная кампания, и он сейчас воплощает или имплементирует те решения. Главное, чтобы они не выходили за рамки тех полномочий. Весь разговор был о том, что не было соответствующих полномочий со стороны правительства и парламента подавать участие в рамках этой организации. Понятно, что и глава государства действовал с оглядкой когда говорит о том и говорит с Европейским Союзом и указывает на то, что мы сделали тот или тот или тот момент, исходит из того, что у нас есть международные обязательства перед договором об ассоциации, и мы выполняем свои обязательства, это юридические нормы. То есть президент с оглядкой на выборы, а демократу нет. Мне кажется, вы здесь лукавили. Правительство изначально сказало о том, что оно будет, когда формировалось, оно не будет участвовать в предвыборной кампании, правительство занимается своей работой в имплементации договор об ассоциации и всех остальных реформ. То, что впоследствии партии будут говорить о том, что вот, или будут пользоваться этими плюсами, это никто не говорит, никто не скрывает этого. Но в любом случае мы говорим о том, что вот мы показываем, это юридические обязательства, взятые на себя Республикой Молдова, и самое главное, чтобы каждая из структур, каждой из власти четко придерживалась тех полномочий, которые у нее есть. Тогда вопросы не возникнут. Я благодарю вас, время уже вышло, мы перебрали, завершая программу, хотелось бы, чтобы вы согласились вот с таким вот, не знаю, выводом, наверное, или предложением. Когда я действительно посмотрела, в скольких организациях мы состоим и какие членские взносы мы платим, мне кажется, что самое время сесть, вот внимательно посмотреть этот список, и обязательно его пересмотреть и остаться там, где есть интерес Республики Молдова. А не там, где это модно, гламурно или мы в тренде. Понимаете? Нужно именно там, где мы получаем экономическую выгоду. Мне кажется, тогда непременно избиратель это оценит. Вам спасибо. Приходите к нам еще. Будем говорить на темы, благо, что их политики нам предоставляют великое множество. Спасибо. Вы смотрели программу Дело принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова